Я даже где-то записала, что мои стихи настолько, ну, такие трагические, что, прочитав их, человек мне сказал, пойдем выпьем, и что ты будешь в этом роде. Есть три эпохи у воспоминаний. И первое, как бы вчерашний день, душа под сходом и благословенна, и тело не блаженствует тени. Еще не знаю, как смех, струются слезы, пятно чернил не стерто со стола, и как печать на сердце поцелуй, единственная, прощальная, безобменная. Но это продолжается недолго. Уже не сход на голову, а где-то? В лухом предместном, домом уединенном, где холодно зимой, а летом жарко, где есть каук и пыль на всем лежит, где и сливают плавенные письма, из-за тяжка меняются бакреты, куда, как на могилу, ходят люди рыбок, а в лухах, возвратившись, моют руки мылом и стягивают беглую снежинку, с усталых бег и тяжело вздыхают. Но вот тихие часы, весна сменяет одна, другую, прозореет небо, меняются названия городов, и нет уже свидетелей событий, и не с кем плакать, не с кем вспоминать. Медленно от нас уходят тени, которых мы уже не призываем, возврат которых был бы страшен нам. И раз проснувшись, видим, что забыли, мы даже путь в тот дом уединенный, и, задаваясь от страда и гнева, бежим туда, но как во сне бывает там все другое, люди, вещи, стены, мы не туда попали, Боже мой. И вот когда Творчайшее приходит, мы сознаем, что не могли вместить то прошлое в границы нашей жизни, что нам оно почти так же чуждо, как нашим соседам в квартире, что тех, кто умер, мы бы не узнали, а те, с кем нам разлуку Бог послал, прекрасно обошлись без нас, и даже все к лучшему. Но не все к лучшему, в данном прошлом. Продолжение следует...